Настена, ну ты, конечно же, виртуоз, высококлассный. Я вот... Покажи, пожалуйста, свои пальчики. Покажи, можно показать? Ручки свои. Боже, боже, ребёнок... В мозоли? Ну, конечно, на подушечках все пальцы в мозолях. Ну, скажи, вот у тебя уже настолько натренированные пальцы, что они уже не болят? Или... Ну да, после воды, когда долго, они отмочаливаются, и потом становится больно. Или когда долго не занимаешься. Отмочаливаются, это значит как? Что это значит? Ну, они все размягчаются, их больше нет. Отмочаливаются. А когда долго, ты сказала, не играешь, долго это для тебя сколько? Ну, несколько дней, неделю. Даже такие прерывы есть, да? А как же тогда быть с летними каникулами? Вот когда ты куда-то уезжаешь, например, ты что, балалайку с собой вынуждена брать? Ну да, приходится брать. Куда, например, брала? На море мы её брали с собой, чтобы я занималась. Ты смотря, как это было здорово. В воде-то как раз-таки пальцы и отмочаливаются, да? Поэтому нужно тренироваться. Расскажи про этот инструмент. Это одна из твоих балалайок или твоя самая любимая? Что про неё можно сказать? Ну, у меня этой балалайке уже где-то год, наверное. Так, у меня дома есть ещё одна, она немножко побольше, но она ученическая. Я на ней иногда играю. А это концертная? Да, в основном на этой. Концертная? Она, может быть, из какого-то дерева особого сделана? Ну, всегда гриф должен быть балалайки из чёрного дерева, головка. Ну, какой, как у моей тоже из чёрного дерева. И пластиковые панцы. У тебя две балалайки, ещё брошь, я вижу. Ну, да. Кто подарил? Ну, мне папу подарил. Вот удивительно, ты с самых юных лет, с четырёх лет увлеклась игрой на балалайке. Ты, можно сказать, большую часть своей жизни ты играешь на балалайке, сейчас тебе девять. Как ты услышала этот инструмент? Сама захотела на нём играть? Да, я захотела сама на нём играть. В два года ещё меня родители отвели на концерт к будущему педагогу. В два года ты ходить уже умела, надеялись? Отвели тебя, да? Конечно, да. Так. А в четыре года мне всё, мне очень-очень захотелось, и меня родители отвели в музыкальную школу. И вот с четырёх лет я занимаюсь на балалайке. А чем тебе так этот инструмент понравился? Ведь он такой редкий, такой старинный инструмент. Ты его вообще, наверное, даже и не видела в своей жизни раньше, а вот услышала. Чем он тебе понравился? Такой вроде простенький, такой дребезжащий звук. Ну, просто мой будущий педагог, там частично была достаточно весёлая музыка, а детям всегда в основном весёлая подвижная музыка нравится. Я думаю, поэтому, наверное. Настя, а скажи, вот я учился когда-то в музыкальной школе на гитаре. Я знаю, что есть такие сложные элементы, там барейли, флажолета, знаешь. Вот что на балалайке самое сложное, по-твоему, что не каждому в твоём возрасте под силу, даже тем, кто занимается регулярно? Ну, я думаю... Можешь показать, что это? Одно из самых сложных, я думаю, это тремоло, потому что это очень быстро, нужно двигать руку. Вот это и флажолета. Вот эти два другие. У тебя ловко получается. Вот я поняла, что ты на балалайке можешь играть всё, потому что ты так технически в такой современной обработке сыграла нам русская народная сейчас на нашей сцене. Что любишь больше играть? Может быть, какие-то современные даже песни или, может быть, классику в обработке? Ну, частично классику, частично народную, потому что всё-таки инструмент народный и ближе к этому инструменту, я думаю, народные, ну а также немножко классики. А можешь сейчас вот кусочек-кусочек чего-то такого классического? Я знаю, ты Паганинин играешь на балалайке. Ничего себе! Ну да, есть венецианский карнавал, например. В общем, я теперь понимаю, откуда мозоли берутся. Струны такие крепкие, а пальцы такие детские, нежные. У тебя есть в планах в дальнейшем стать профессиональным музыкантом, путешествовать по всему миру и именно зарабатывать музыкой? Или для тебя это хобби и ты о будущем своём не думала пока? Ну, позже, когда мне будет больше лет, я хотела бы поступить в училище. А, то есть ты хочешь всё-таки быть профессионалом, да, и зарабатывать вот игрой на балалайке? Да, или в институт сразу, как получится. Скажи, пожалуйста, ты ведь играла с оркестрами, ты с именитыми музыкантами на одной сцене. Как ты справляешься с волнением? В основном я практически не волнуюсь. Мы видели, пальцы у тебя не немеют от волнения совсем, они бегают так, будто бы ты дома. Мне кажется, это связано с тем, что ты очень маленькой на сцену вышла, и поэтому вот как-то волнение и не родилось раньше, и теперь уже что ему рождаться, правильно? Привет, Валентин. Ты выступала у нас в Оренбурге вместе с Денисом Мацуевым. Ты с 19-го года являешься стипедиатом его фонда «Новые имена». Как это знакомство произошло, помнишь? Ну, сначала я была на конкурсе «Синяя птица». На канале «Россия-1» – это всероссийский открытый конкурс. Ты стала его победительницей. Да, а он был в жюри, и после этого он меня начал приглашать. И с тех пор ты с ним уже сколько концертов у вас совместных? Ну, не знаю, много достаточно. Больше десяти точно. Ничего себе. Ого! То, что перед нами звезда, я уверена, просто будущая звезда, по-моему, это очевидно даже не музыканту. Настенька, большое спасибо тебе, что ты посетила нашу телестудию и подарила оренбуржцам кусочек своего таланта, и этим утром согрела всех жителей нашей области. Спасибо тебе за твой талант, пусть он процветает, и успехов тебе огромных. Спасибо, ты настоящий виртуоз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова